Тамара Александровна и Михаил продолжают выяснять, почему приходят такие большие счета за электроэнергию, потраченную в местах общего пользования. В норме, если в доме нет никаких проблем, электричество МОП в семиподъездной пятиэтажке не должно стоить больше 30 рублей. Тамара Александровна в среднем платила 83 рубля в месяц. Куда течет лишнее электричество? Мы продолжаем расследование. Наши проводки, могу сказать, вот у нас уже подгорают 5. Это к нашему счетчику? Да, влияет на показания. Это 7%, не более бывает, но это не настолько влияет на показания общинных приборов, на вот эту электроэнергию МОП. Среди причин перерасхода электроэнергии старые сети, незаконное подключение к проводке дома, магазинов, палаток. Михаил уже выяснил, что в данном случае это не является причиной больших платежей. Среди официальных причин постоянно горящие лампочки на этажах и в подъездах. В подъезде на Годовиково-14 лампочки среди дня не горят. А что же в подвале? Сейчас узнаем. Здесь в каждом пролюте по одной лампочке. Валентина Маричева, исполняющая обязанности исполнительного директора ЖУ Металлург-14. Говорит, что работать в коммунальной сфере психологически очень тяжело. Вот здесь первый и второй подъезд. Ну я все не пересчитывала, штук шесть-то есть. Но у нас они включаются только при входе в подвал и нигде больше их включить и выключить нельзя. Пришли сантехники, включили, вышли, выключили. Все. Шестьдесят, кажется. Шестьдесят, ладно. Специалисты советуют использовать энергосберегающие технологии. Самые простые, но не самые дешевые, конечно же, это установка фотоэлементов и датчиков освещенности. Установив датчик освещенности, мы исключим человеческий фактор. Александр Лукин, инженер. Исследует дома с помощью компьютеров и тепловизоров. При выходе человека из лифта фонарь включается, человек уходит на лестничную площадку, фонарь выключается. Это работает. Специалисты управляющей компании видят причину в старых, неисправных квартирных счетчиках. Счетчик в квартире Тамары Александровны действительно, 81-го года выпуска. Хорошо ли он считает? Это Михаил и собрался выяснить. Взяв счетчик, он отправился в Центр стандартизации метрологии. Заодно мы узнаем, как проводится процедура поверки счетчиков и как часто оборудование должно ее проходить. Принесли счетчик на поверку, да? Сдаете счетчик в бюро приема, где инженер по метрологии оформляет заявление и квитанцию вам. Елена Устинова, начальник метрологического отделения Череповецкого ЦССР. Здравствуйте. Вот счетчик, который нужно поверить. Поверка счетчика стоит 207 рублей 68 копеек. Процедура занимает максимум 15 дней. Можно провести поверку и в срочном порядке, тогда она будет стоить дороже. Счетчик класса точности 2,5. Он из обращения их изымают постепенно. В 2007 году постановлением НТК по метрологии о гостандарте было принято решение о том, что эти счетчики больше не принимаются в поверку. Документы соответствующие есть, если вас это интересует. То есть подобные счетчики в поверку мы принимаем только по, ну если какое-то судебное разбирательство. И все же для нас сделали исключение. Счетчик на поверку взяли в качестве эксперимента. Как часто должна проводиться поверка вообще? Напомнись. Ну, в зависимости от типа счетчика. То есть, если там трехфазный, индукционный, то раз в 4 года. Однофазники, вот класса 2, они раз в 16 лет. Но это тоже, смотря какой счетчик. Вадим Костин, инженер по метрологии. По его сведениям, чаще заказывают по верху счетчика не частные лица, а организации, которые выполняют предписания контролирующих органов. Счетчик мы подключили. Допустим, погрешность этого счетчика 2,5, потому что класса в 16 лет 2,5. Данный эксперимент показал нам, что погрешность 0,5%. То есть он получается в 5 раз точный. То есть счетчик хороший. Счетчик Тамары Александровны хороший. Он старый, но сделали его качественно. Поэтому прибор исправно служил 30 лет подряд. Однако сейчас по закону счетчики с классом точности 2,5 устанавливать нельзя. Степень точности прибора указана на нем в кружочке. Кто должен менять старый или сломанный счетчик? Кто должен проводить его поверку? Что думают по этому поводу череповчане? Михаил решил спросить у горожан. Знаете, кто за него обещает? Не знаю. Управляющая компания, наверное, кто еще. Или электросеть, кто еще может. А знаете, сколько стоит его замена? Нет, не интересовалась. У вас стоит дома электросчетчик? Ну, который на квартире электромобещает. Да. Стоит, да? А знаете, кто за него обещает? Электрик, наверное. Нет? Электросеть. Электросеть. Или городское обслуживание. На самом деле, ни электросеть, ни город за индивидуальные приборы учета не отвечают. А кто же тогда? Закон говорит однозначно. Собственники квартир. Со счетчиком Тамары Александровны все в порядке. А как обстоят дела с такими же приборами в ее подъезде? Вот что мы обнаружили. Сразу три счетчика не подавали признаков жизни более 10 минут. Это невозможно, если прибор подключен и работает исправно. Неисправный счетчик. Отсутствие счетчика. Причины, по которым может растить цена за электричество, потребленные в местах общего пользования. Жильцы квартиры расходуют электроэнергией больше, чем платят. Разницу раскидывают на всех. Отсюда и возникают в квитках лишние рубли и киловатты. А кто за это должен отвечать? С этим вопросом мы обратились в прокуратуру. Что касается воровства электрической энергии, необходимо отметить, что здесь активную позицию, прежде всего, необходимо занимать самим собственником. Ирина Султанова. Старший помощник прокурора в Череповце. По ее данным, в 2010 году зарегистрировано более 300 жалоб граждан по ЖКХ. Следите за соседями. Устанавливаются факты воровства электрической энергии. В целом, 307-м постановлением правительства предусмотрена обязанность управляющей компании раз в полгода проводить проверки правильности передачи показаний индивидуальных приборов учета. Соответственно, любой из собственников может обратиться в управляющую компанию с целью заявления по проведению указанной проверки. Как показывает практика, управляющей компании проще раскидать лишние киловатты на жильцов, чем искать и устранять причины перерасхода. Будьте внимательны сами. Изучите свой подъезд. Везде ли установлены и работают электросчетчики. Если счетчиков нет, сколько зарегистрировано в квартире жителей. Бывает, что зарегистрированных нет никого. На самом деле там живут люди, которые потребляют электричество. Такие траты раскидывают на всех. Подводите годовой баланс потребленного электричества. Задавайте вопросы в управляющей компании. Требуйте проведения проверок. Будьте хозяевами в своем доме. Причины перерасхода электричества в доме неисправны или отсутствующие ИПУ. Незаконные врезки, постоянно горящие лампочки в подъездах и подвалах. Плохие сети. В каждом доме причина может быть своя. Я думаю, эта информация будет полезной для жителей города. Главное здесь, я думаю, это не оставаться равнодушным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова